Цикл языковеческих передач «Славянские корни». В прошлых передачах я искал славянские корни в некоторых иностранных словах. Также задачей этой передачи является... Ну, мне нравится искать смысл в словах русского языка, украинского, потому что некоторые слова стали абстракцией, воспринимаются просто как набор звука. Вот к какому-то понятию присвоен набор звуков. Но ведь слова, они обычно говорящие. Например, «медведь мед ведает». Это был пример того, что я называю составным словом. Я не использую разную научную терминологию, я ее не люблю. Я делю слова на простые и сложные. Простое слово – это вот именно, скорее всего, набор звуков, просто набор звуков, который закреплен за определенным понятием. А составное слово уже состоит из этих простых слов. И вот эти-то сложные слова, составные слова, они и заключают в себе смысл. То есть по тем коротким словам, из которых сложено составное слово, и можно понять смысл этого составного слова. Кстати, вот само слово «слово» означает, что это нечто сложенное. Слово сложенное. И сегодня я хочу разобрать слово «человек». Ну, поделим его. Чело и век. Что век? Век – это, ну, в русском языке остался глагол «вякоть». Что ты вякаешь? Что ты говоришь? Вот, вякоть. В санскрите, например, я слово «увача» сказал. Вот, то есть вот это вот «век», «вяк» – это «говорить». Просто это слово из русского языка уже ушло. Вот, осталось еще «вечья» отсюда. «Вечья». Что такое «вечья»? Ну, «говорильня», можно сказать. А вот «чело» – первая составляющая слова. Ну, «чело» мы не можем говорить, потому что, ну, сейчас более известно значение слова «чело», что это «лоб». Если понимать, если, и если трактовать исходя из этого, получается «челом говорящий», «челом вякающий». Но это не совсем правильно. Если копнуть в корни, то получается, что словом «чело» раньше обозначали всю голову. А почему, мы сейчас начнем выяснять это. Во-первых, вот, ну, есть выражение «во главе чего-либо». В украинском языке есть «начоли». То есть, то же самое, что «во главе», а на украинском языке это «начоли». А почему? Ведь «чело» кажется «лоб». Хорошо, следуем далее. Да, еще, то, что в русском «чело», в украинском «чело» с «о». Вот, в старославянском есть слово «шелом», «шлем». В украинском это «шелом», оно «шолом». Очевидно, что это «ш», это смягченное, распушенное «че» от «чело». И «шелом» это то, что защищает голову. Не только же «лоб» защищает, но всю голову. Но каким образом «чело» и «голова» означают одно и то же? Что общего между этими словами? Это, по сути, одно и то же слово. Давайте мы превратим привычное «чело» в южное, так сказать, украинское «чело». И вспомним, на что похожа голова. Какая голова? Круглая. Круг – это «колу». Ну, давайте посмотрим. Вот я набрал заранее. «Чело» и «колу». Вот «к» легко превращается в твердую «г». Но как же нам превратить «чело» в «колу»? Очень просто. Звук «ч» имеет чудесную способность превращаться в «к». В некоторых случаях. Например, «кудесы» и «чудеса». То же самое получается и здесь. «Чело» превращается в «колу». А «голова» круглая. «Коло» превращается в «голу». Вот вам и весь стоящий за этим механизм изменения звуков. Итак, «голова» – это то же самое, что и «чело». Только звуки претерпели несколько преобразований. На этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok